В первую очередь надо дать общую оценку возникшей ситуации. Дело в том, что действительно Кипр в течение многих лет являлся для российских новоришей, для российской олигархии и чиновников высшего уровня, которые тесно связаны с олигархией, неким таким налоговым раем. Они выводили туда незаконно нажитые капиталы, так сказать, и там уверенно прятали, будучи в полной уверенности о том, что они там будут у них в целости и сохранности на случай, если им или придется бежать из страны в результате неких потрясений, или когда они, выйдя на пенсию, могут свободно погрузиться в сладкую жизнь богатого человека. Оказалось, что политика нынешней власти и политика олигархии крайне недальновидна. Они могли предположить о том, что Запад не является их другом, не является их честным искренним партнером. Действительно, мы имеем дело с откровенным ограблением российского бизнеса. Это не такое жесткое ограбление, как было в случае с Муаммаром Каддафи или с Адамом Хусейном, когда их убили и откровенно и нагло присвоили себе все их накопления. Но в данном случае на российский бизнес наложили некий налог в размере 10%. То есть там находятся на Кипре огромные капиталы российские. По некоторым подсчетам до 35 миллиардов долларов. 10% налога, который по требованию Запада собиралось кипрское правительство наложить на эти авуары, означает, что те, кто перевели туда деньги, в совокупности потеряли бы примерно 3,5 миллиарда долларов. Только потому, что Запад этого потребовал. Это откровенный грабеж. Но этот грабеж в данном случае, наверное, у многих вызывает чувство злорадства. Потому что те ребята, которые вкладывали эти денежки сплошь и рядом нетрудовые доходы в кипрские офшор, сейчас они лишаются части своих денег. То есть, если до сих пор верхушка российская грабила весь остальной народ повышением налогов, тарифов на ЖКХ, цен на электроэнергию, на бензин, на топливо и так далее, то в данном случае ограблению подверглось со стороны более крупного хищника, западного хищника, уже российской олигархии. Какой способ ищут выхода из этой ситуации? Кипрский парламент не принял решение об введении этого 10% налога. Однако тут же кипрская делегация отправилась в Москву. Зачем? Затем, чтобы попросить, чтобы Россия вместо Евросоюза предоставил необходимые средства для того, чтобы урегулировать банковский экономический кризис на Кипре. И в этом случае никакого налога вводиться не будет. То есть, получается, что спасение олигархических денег, хранящихся на Кипре, опять-таки пойдет за счет налогоплательщика российского. За наш счет. То есть, явно киприоты потребуют от России, чтобы им предоставили 5, а может быть и 10 миллиардов долларов на спасение экономики этого острова. Под этим предлогом тогда не будут вводиться соответствующие, так сказать, ограничения на их капиталы. Но если эти средства будут Кипру предоставлены, это будет означать, что опять-таки спасение капиталов олигархии и высшего чиновничества будет осуществляться за счет простого российского гражданина. Это позор. По-другому это назвать невозможно. Я считаю вообще о том, что сейчас петля вокруг российского капитала сжимается. Кипр до этого был такой заповедной зоной, потому что там было всегда относительно дружественное правительство по отношению к России, и никто не копался в банковских счетах россиян. Сейчас, если Кипр становится невыгодным местом приложения капитала, другими местами приложения капитала становятся страны Западной Европы, где незаконно вывезенные доходы российской олигархии, так сказать, попадают под очень пристальное внимание и банковской системы, и спецслужб Запада. Я думаю, что здесь вопрос заключается не только в чисто экономических вопросах, но и политических вопросах.